В нашей республике зарегистрировано более 3,5 тысяч религиозных объединений. Большая часть из них – 2,5 тысячи филиалы Духовного управления мусульман Казахстана, попросту мечети. Около 400 православных церквей. Остальные объединения нетрадиционны для нашей страны. Они не являются сектами, официально зарегистрированы и не несут в своей пастве физического или психологического вреда. Однако, случаются и исключения. Вам помогут духовно, душевно, даже финансово. А потом, когда пройдет определенное время, вам скажут, мы вам помогли, мы тебе помогли, а теперь ты помоги нам. Каким образом? Все очень просто. Это еженедельные пожертвования, середина недели, субботнее религиозное собрание, собрание ячейки, Г-12 группы. И нужно дать пожертвования. Один раз, второй раз, третий. И, естественно, обязательная десятина. Как утверждают эксперты, одно дело пожертвования тайное, совсем другое публичное и обязательное. Харизматичные пастыри довольно легко способны манипулировать людьми, намеренно обчищая их карманы. И этого стоит опасаться. Немного другой способ управления паствой у деструктивных течений, запрещенных в нашем государстве. Только их влияние доводит до трагедий. Эта радикализация определенной части населения, молодежи Казахстана, связана, прежде всего, значит, внешними факторами. Внешние факторы, вы знаете, это влияние вот этих воинствующих исламистов, которые под видом ислама, значит, под прикрытием ислама проводят свою политику. Это политические мероприятия. То, что они делаются. Ради власти, ради образования исламского халифата. Они воюют в Сирии и так далее. Это надо решить всем народам. Надо противостоять всему населению, сказать слово. Кончайте, вы что делаете? О том, как различить верные трактовки ислама от экстремистских, рассказал Наиб Имам Макс Адбек Иргильдеев. Также астанинские гости привезли к ебастузцам тематическую литературу и действенные методы работы с населением.